Дорогое удовольствие. Жители региона беспокоят стоимость, за которую им предлагают покататься на коньках. Так в центре внимания оказался Ледовый дворец Труд. Час фигурного катания там обойдется в 200 рублей. Столько же придется заплатить, если нет своих коньков. Итого почти полтысячи. С этой проблемой жители обратились в местное отделение Общероссийского народного фронта. Фронтовики тоже посчитали такие расценки завышенными и организовали рейд по городским каткам. По субботам и воскресеньям Ледовая арена Дворца Труд открывается для массовых катаний. Право на бесплатный вход есть у детей до 7 лет. Но на лед они могут выйти только в сопровождении родителей. Для детей с 7 до 18 лет, инвалидов, пенсионеров по старости, ветеранов войны и локальных войн действует 50-процентная скидка. Для остальных категорий часовое катание обойдется в 200 рублей. Столько же придется заплатить за прокат коньков и экипировки. Эта совокупная стоимость 60-минутного развлечения и возмутила жителей Наринмара, которые обратились в местное отделение ОНФ. Дороговато все-таки для граждан, для молодежи. И хотелось бы, конечно, чтобы, может быть, ценовая политика пересмотрелась бы руководителями. Цены им озвучены сверху. И они поясняют, что цены у них достаточно устремленные, в том числе и по России. И по такие же примерно цены, как везде. Опять же, мы хотим, чтобы это было немножко все-таки доступнее для наших граждан. Директор ледового дворца труд Алексей Гербов с возмущениями в корне не согласен. Кроме бесплатного катания для детей до 7 лет и 50-процентной эскидки для отдельных категорий граждан, в ледовом дворце есть масса шансов выйти на лед, не заплатив за это ни копейки. У нас детские занятия, ледовый, хоккей и фигурное катание пока нет, но так же будет оно. То есть это бесплатно. Пожалуйста, записывайте детей в бесплатную группу. Это раз. Второе у нас посещают школы. Почти все школы города. Третий урок физической культуры в утреннее дневное время. Мы их бесплатно привозим на автобусе на своем. Они здесь бесплатно занимаются с нашим инструктором. Их бесплатно вывозим обратно. Кроме того, бесплатно выйти на лед школьники могут и в каникулярное время. По словам Алексея Гербова, наиболее активные школы отправляют свои заявки и просят предоставить время для своих учеников и их родителей. На такие просьбы в труде откликаются с большим удовольствием. Платное посещение рассчитано скорее на взрослое население, уточняя дирекция дворца. Впрочем, для тех, кто не согласен с прескурантом труда, есть альтернатива. Открытый каток старта. Час катания для детей до 18 лет и взрослых здесь стоит 20 и 30 рублей соответственно. На прокат коньков тоже действуют весьма демократичные цены. В зависимости от погоды. Если погода хорошая, как эти были в выходные, то, конечно же, детишек много. У нас свободный доступ. Конечно, у нас очень большая конкуренция здесь вот рядом. Но мы выиграем в ценовой политике. У нас это все намного дешевле. Помешать катанию может только погода. При температуре ниже минус 25 лет открытый каток не работает. Ирина Цепетова, Александр Дуркин, Телеканал Север.